Прежде всего, христианинам нужно знать азы, то есть основы христианской веры. Они звучат в плане вероучительным. Их не так много, этих истин. Но я же не могу быть христианином, если я не верю во Христа. То есть, что значит, не верю во Христа? Что он есть, действительно, Сын Божий, воплотившийся. А Сын Божий, воплотившийся, как же это? А, троица! Понятно! Как я могу верить во Христа, если я не признаю креста, которым Он совершил исцеление человечества от Его греха? Я должен знать о том, что смысл моей жизни – не этот кратковременный путь отрезок, а та вечность, которая открыта для каждого человека. Я должен, конечно, верить, что Христос установил Церковь, Духом Святым установлена Церковь, и что Её таинство действительно является огромными, вспомоществующими средствами в моей жизни. Вот то немногое, может быть, совсем немногое, я думаю, что это почти каждый христианин может это знать и знает. Вот и всё! Никаких тонкостей знать не нужно! Те тонкости, которые имеют место в богословии, они были обусловлены разными вещами. С одной стороны, обусловлены были чем? Об этом пишет один из древних отцов, что мы рассуждаем, мы вынуждены рассуждать о некоторых вопросах, о которых удобие молчания. Что мы знаем? Но мы вынуждены, потому что злоба еретиков вынуждает нас говорить об этом. Вот чем вызвано. Это одна, это положительная сторона. И мы видим, что и святые отцы на соборах, в частности, на вселенских соборах, тоже рассуждали об этих вопросах. Причём как рассуждали? Не просто, а брали сочинения авторитетнейших святых отцов, зачитывали и рассуждали, и таким образом говорили, вот видите, святые отцы о чём пишут? Вот она истина где, вот какая истина, а не то, что проповедует какой-нибудь Тамарий, или Несторий, или Евтихий. Вот каким образом было. Но знание само по себе этих истин, оно, конечно, не делает душу чище. Приходится часто повторять такую вещь, что самый паршивый бесёнок знает больше, чем все богословы мира, и остаётся бесёнком. То есть знания, они сами по себе не очищают человека. А они чем являются, эти знания? Являются путеводителем, указывают, как жить, к чему стремиться. Они только указывают, как географическая карта. Оттого, что я буду знать хорошо географическую карту, это не значит, что я уже побывал в любой точке земного мира, в любых джунглях и пустынях. Конечно же, нет. Нет, так и здесь. Все богословские знания, они должны быть ориентированы на указание пути спасения. Если они этого не делают, тогда они просто обессмысливаются. Так вот, если этих знаний для простого человека нужно немного, то для священнослужителя или для преподавателя нужно знать гораздо больше. Потому что он должен ответить на многое. И, в частности, он должен ответить на такой важный вопрос, на который простые христиане ответить даже, наверное, и не могут. А почему вы православны? Что? Почему? Какие у вас основания считать православие за истинную веру? И это важнейший вопрос, на который должны ответить учителя церковные, священства церковные. Вот должны. Простой народ – он может просто верить, и всё. Это вот, прежде всего, очень важно понимать. Ну, а с другой стороны, я вам скажу, почему же, действительно, многие не знающие богословия достигали вершин богопознания. Иоанн Лесичник, преподобный, пишет, «Совершенство чистоты есть начало богословия». Конечно же, открывается человеку мир Божий только при очищении души от страстей. Оказывается, главнейшей работой христианина, главнейшей задачей является очищение души, «Ибо блаженно чистые сердцем, ибо они Бога узрят», то есть узнают. Вот оно, богословие – это зрение Бога. Вот что такое истинное богословие. Поэтому даже и человек, не знающий многих вот этих вероучительных тонкостей, но, живя действительно по заповедям Божьим, он может достигать высоты очищения души, таким образом достигать богозрения, то есть богопознания, то есть истинного богословия.